Всем привет, меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал. Что у нас будет сегодня? Как вы думаете? Да, очередная распаковка. Ваша покорная слуга слетела с катушек, я это не могу по-другому назвать, и заказывает все отовсюду. Более того, я вам скажу, сегодня будет даже распаковка двух посылок с Алиэкспресс. Я и Алиэкспресс вещи практически несовместимые, просто, видимо, на меня снизошла какая-то покупочная лихорадка и я не обошла стороной даже Алиэкспресс. В общем, сегодня будет распаковка нескольких посылок. Я знаю, что вы эту тему очень любите, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропускать следующие ролики. Возможно, в будущем вас ждут еще распаковки. Кто знает, кстати, да, я уже сделала заказ из H&M, а где он? Или из Asos? В общем, да, подписывайтесь, пожалуйста, обязательно на этот распаковочный канал. И, конечно же, я, как всегда, жду ваши комментарии внизу и ваши пальцы вверх, если это видео вам понравилось. Давайте начнем тогда с распаковки Алиэкспресс, потому что это максимально для меня такой кот в мешке. И продолжим дальше с Зарой, и в конце будет Киллз. Да, я хочу вам сегодня даже Киллз показать, чего я, честно говоря, довольно-таки давно не делала. Так, начнем с вот этой вот маленькой упаковочки, с этого маленького пакетика. Делала заказ не так-то давно. По факту, эта посылка пришла ко мне за две недели. Я, помятую опыт моих предыдущих заказов, посылки с Алиэкспресс идут годами. И, честно говоря, всегда приходит какая-то ерунда, которую абсолютно точно не стоило ждать. Я надеюсь, что в этот раз так не будет. Что ж, давайте смотреть, чем Китай порадует нас сегодня. Ух ты, а это очень даже не дурно. Я решила не покупать цепочки в H&M, а обратиться к первоисточнику, так сказать. Заказала себе набор из вот такой вот цепочки на шею. Я пока не знаю, как это будет смотреться, я вам потом покажу. И также здесь есть вот такой вот браслетик, собственно, из той же самой цепочки. Браслет огромного размера, здесь еще можно будет одну руку вставить, мне кажется. И вот как-то так будет смотреться браслет. Я вообще, на самом деле, люблю крупные украшения. У меня лицо, в принципе, само по себе крупное. Поэтому для меня крупные украшения, это, ну, норма, скажем так. Мне это подходит. Собственно, вот у меня, видите, браслет тоже на второй руке такой же крупный. И, в принципе, именно вдохновившись им, я решила попробовать вот такую вот историю. Мне очень нравится эта цепочка. Во-первых, у нее очень красивый такой рисунок. Я вам фотографию вставлю. Действительно, выглядит очень неплохо. Ничуть не хуже, чем, не знаю, бижутерия из H&M, из того же самого. И она очень легенькая, практически. Ну, не могу сказать, что она не весомая, но она действительно очень легкая. В общем, в любом случае, я покажу вам все на примерке и надеюсь, что будет смотреться неплохо. Вот такой вот образ я собрала с этим ожерельем, с этим колье. Да, в принципе, не обязательно было надевать шорты для того, чтобы вам его продемонстрировать. Но мне приятно попереодеваться. Это, кстати, вот шорты из предыдущего видео про Asos. Я еще чуть похудела, и они стали сидеть уже гораздо лучше. И дальше будет еще лучше, потому что я продолжаю худеть. Короче, что касается этого ожерелья, мне оно очень нравится. Мне кажется, оно очень удачное. Единственное, у меня такое ощущение, что он чуть-чуть перекручивается. Но это небольшая на самом деле проблема. Может быть, просто я его перекрутила, надо поправить. Мне кажется, оно круто дополняет образ. Оно такой яркой акцентной деталью является. Хотя все остальное очень простое. Базовые удобные босоножки. Ну, как базовые. У меня же еще в комплекте браслет такой. Но вместе, я думаю, что не стоит их носить, потому что это будет чересчур. Как назло, кстати, в H&M, я почему-то не нашла ничего похожего. Там какая-то бижутерия как будто прошлогодняя висит. И каких-то вот таких вот трендовых вещей там почему-то не представлено. Либо я слеповата и смотрю не туда. Переходим ко второй посылке. Она тоже пришла так же быстро. Ага, я заказала топ укороченный. Честно говоря, я не знаю, угадала ли я размер. Даже если мне не подойдет эта майка для выхода из дома, я всегда могу носить ее дома. Она сделана очень просто, из тоненького-тоненького хлопка. И, естественно, на примерке покажу, как это смотрится. Ну, или не покажу, если это будет смотреться настолько ужасно, что я не смогу вам это продемонстрировать. Такое, кстати, тоже возможно. Вот какой образ я собрала с этим топом. И, кстати, это мои любимые джинсы. Я в них влезла, осталось еще чуть-чуть, и будет прям совсем хорошо. Ну, и, конечно, такие топы, они все-таки для тех, у кого есть пресс. А не для тех, у кого он глубоко прячется внутри, как у меня. Мне нравится, как смотрится этот топ. Естественно, айфон как-то меня увеличивает. Серьезно, то ли зеркало меня уменьшает, а айфон нивелирует это его свойство. Но в жизни смотрится как-то не так ужасно, как смотрится на камере айфона. То есть я типа похудею, поверьте мне. Вот, то есть это выглядит как-то вот так. Теперь мы переходим к распаковке посылки из Зары. В Заре наступили долгожданные распродажи. Я, как сайгак, понеслась тут же в приложение Зары, для того, чтобы оформить заказ. Но все это закончилось просто гениально, потому что ни одна из тех вещей, которые были у меня отложены в виш-лист, не была представлена в приложении ни в одном размере. Поэтому я не смогла ничего примечательного, скажем так, заказать на распродаже. Хотя я зашла в приложение чуть ли не минуту в минуту, когда началась распродажа. Я, честно говоря, сомневаюсь, что закончились все размеры. Просто, скорее всего, на сайте нету такой информации. И нужно бегать, искать по магазинам. Я сейчас пока не хожу по магазинам. Занимаюсь исключительно онлайн-шопингом. Поэтому боюсь, что все мои хотелочки так и останутся в виш-листе. И здесь вот таким вот образом лежат мои покупочки. Вот так это выглядит. Боже, мне так приятно держать в руках вещи Зары. Я сейчас увидела вот эту этикетку и просто меня аж прошибло. Потому что я уже несколько месяцев, месяца, наверное, три не была в Заре. Может быть, уже и четыре. И я очень люблю этот магазин. И прям я увидела этикетку и обалдела. У меня прям действительно тоска по этому магазину. И просто по атмосфере свободы и здоровья. Всеобщего здоровья. Я заказала вот такой вот укороченный топ. Цвет немножко искажается, потому что у меня яркие лампы. Топ также укороченный. И он в так называемый рубчик. Я взяла себе в размере L. Но, честно говоря, я вообще не знаю, как сидят подобного рода топы. Потому что я себе их не покупала. Но тут я поняла, что мне не хватает таких топов. И, как вы видите, вот с Алиэкспресс заказала и с Зарки заказала. Посмотрим. Надеюсь, что мне подойдет. Следующий топ из Зары. И, честно говоря, я под него не надела белье. Поэтому мне пришлось накинуть сверху рубашку, чтобы немножко понизить градус. А то я почувствовала себя Рэйчел из друзей, которая ходила без белья. Честно говоря, я бы лучше опять надела бы пиджак или какую-то джинсовку. Но я сейчас решила накинуть рубашку, потому что довольно жарко. Мне понравился этот топ. Единственное, что он такой чуть-чуть свободноватый. Наверное, если был бы размер поменьше, то он бы просто здесь плотнее сидел. Поэтому, возможно, я куплю еще один такой топик, только уже в размере М. И к нему я подобрала брюки Палаццо на высокой талии. Я их покупала в H&M. Я не знаю, показывала я вам их или нет еще. Но если нет, то они будут распакованы в одном из следующих видео. Вот такой вот образ получается, когда вы добавляете пиджак. Вот просто посмотрите, насколько сильно пиджак меняет силуэт и меняет то, как выглядит ваша фигура. Мне кажется, что все-таки стоит про пиджаки снять отдельное видео. Очень доволен, на самом деле, этим образом. Мне нравится, когда все такое свободное, но при этом внутри облегающий топ. Очевидно, как бы видно, что он подчеркивает вашу фигуру. И нет ощущения, что вы такая вся объемная-объемная. Если у вас есть пресс или рельеф, такие топы абсолютно точно вам подходят. И я смотрю на многих девочек, у которых хорошие животики, у которых хорошие фигуры. И они так мало экспериментируют со своими образами. Девочки, пожалуйста, открывайтесь для всяких экспериментов. Это очень здорово, это очень освежает, поднимает настроение и поднимает самооценку. И еще одна вещь, которую я заказала в Zara, это тоже майка. На самом деле, такой топ у меня уже был из Zara, причем я покупала его вот реально лет 10 назад. 10. Я не преувеличиваю. Такой плотный материал, полиамид, да, полиамид с эластаном. Они очень хорошо сидят, так довольно-таки плотно. Но, честно говоря, она довольно длинная. Я бы, наверное, не хотела себе такого рода майку, именно очень длинную. Все-таки у меня и так есть длинный, я хочу сосредоточиться на более-менее коротких. Но, с другой стороны, она будет хорошо заправляться в брюки, в джинсы. И тогда, возможно, с этим можно жить. Я взяла размер L, возможно, она меня будет супер облегать, а, возможно, она мне будет сидеть свободно. Но я продолжаю свои похудательные мероприятия. В общем, в любом случае, я покажу вам ее на примерке. Также вы видели на модели ее, потому что, ну, сложно объяснить, как это должно выглядеть. Следующий топ тоже Zara. Это вот этот черный удлиненный топ, который мне было так сложно вам продемонстрировать. У него абсолютно офигенная посадка. Мне нравятся его широкие бретели. Они гораздо шире, чем в предыдущих двух вариантах. Этот вырез, на самом деле, очень здорово смотрится. Мягкий такой квадрат. Я решила, что вот такой вот минималистичный образ будет лучше всего. Потому что часто так сильно жарко, что не хочется добавлять вообще никакой слой. Это как раз то, о чем я недавно в Simple Style писала пост, что я всегда стараюсь усложнять свои образы, добавляя лишний слой. И не всегда в этом есть необходимость, именно практическая. А чаще всего я это делаю просто для того, чтобы образ смотрелся интереснее. Но если вы добавляете яркие аксессуары, как, например, вот эта вот цепь, да, то в этом случае образ уже смотрится куда интереснее. Но еще один момент, про который я вам хотел сказать. Он довольно длинный. Он натягивается чуть ли не досюда. И я выдумываю, вернуть его или просто попытаться его обрезать и подшить. Возможно, даже мне стоило взять размер поменьше. Потому что он, опять же, немного собирается на животе. И было бы лучше, если бы он прям облегал полностью. И не было бы вот этих вот небольших складочек. Напишите мне, в общем, что вы думаете про все это. И последняя посылка, которую я хочу вам сегодня показать, это посылка eSkills. Как вы знаете, те, кто особенно довольно-таки давно со мной, раньше у меня было больше все-таки упор на косметику. И одним из моих любимых брендов всегда был Kiehl's. Эту марку я очень люблю. Недавно они сделали акцию, которая стала уже такой ежегодной. 20% скидка на все. И давайте быстро пробежимся по посылке. Расскажу вам, что я взяла. Крем для глаз с авокадо. Это мой любимейший крем. Я пытаюсь ему всячески изменять с другими кремами. Но, честно говоря, все равно возвращаюсь к нему, потому что люблю его, не могу. И с ним область под глазами выглядит всегда лучше, чем с каким-либо другим средством. Также я взяла вот такой вот лосьон для лица без масел. Я сейчас стараюсь как можно меньше масел добавлять в свой уход. И плюс ко всему я сейчас убрала все кислоты, потому что кислоты очень сильно сожгли мне лицо. Даже не сожгли, а высушили. И сейчас я практически все кислоты убрала. Добавляю лишь изредка, где-то раз, наверное, в неделю, умывалку для лица с кислотами. Все. И это средство отлично подходит на лето, потому что оно не жирное, очень легкое, при этом оно хорошо увлажняет. Макияж на это средство тоже очень хорошо ложится. У него есть один недостаток, он очень быстро у меня заканчивается. И еще одно средство, которое я в Kiehl's очень люблю, несмотря на то, что у него довольно высокий ценник, все равно я его заказываю. Это сухое масло для тела с ароматом ванили и миндаля. У него просто безумный аромат. Я обожаю это масло, мне очень нравится использовать его летом. Дает увлажнение, но при этом его не слишком много, нет жирности, он довольно быстро высыхает. И с ним ноги выглядят гораздо более ухоженными. И этот невероятный аромат обожаю, обожаю. Не первая бутылка. Буду заказывать еще, скорее всего, очень много лет. Ну что ж, мы распаковали все мои посылки на данный момент. В ближайшее время все-таки надеюсь, что придет мой заказ с Алиэкспресс. Тот, которого не хватает, тот, который я очень жду. Там придет супер-супер трендовая, актуальная вещь. Также еще у меня идет заказ сейсос. Точнее, идет ли он, я не знаю, потому что что-то давно я не получала оповещение о том, где сейчас находится мой заказ. Боюсь, что он по-прежнему в Британии. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы любите распаковки, а иначе зачем бы вы открыли это видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Это помогает моему каналу развиваться. Безусловно, так же, как и ваши комментарии, прекрасные и не очень, все это помогает каналу развиваться. Можете даже дизлайки поставить, если хотите, если вы такие вредные. Потому что это тоже помогает каналу развиваться. В общем, любая ваша активность под этим видео будет помогать мне. Я это все очень ценю. Спасибо вам большое. Не забывайте подписываться на инстаграм, на один, на второй. Здесь я живу. Тут я собираю образы. Спасибо, что провели это время со мной. Но мы увидимся с вами очень скоро. Всех целую и всем пока.